Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. Сегодня хочу поделиться моим самым любимым рецептом приготовления маффинов. Знаете, почему любимые? Во-первых, маффины очень вкусные и нежные. Во-вторых, на приготовление этих маффинов понадобится всего 5 минут вашего времени. В-третьих, их можно готовить с любыми ягодами. Начинаем! Первым делом включаем в духовку и нагреваем до 190 градусов по Цельсию или 375 градусов по Фаренгейту. Мне понадобится форма из 12 маффинов. Ее можно смазать растительным маслом, либо наполнить чашечками из пергаментной бумаги. Тогда смазывать маслом не нужно. Для теста в миске соединяю 200 грамм муки, 150 грамм сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соли и все перемешиваю. Это все сухие ингредиенты. Чтобы перемешать, понадобится всего несколько секунд. Откладываю в сторону. В другой чашке соединяю 180 грамм сыра рикотта, можно взять творог, 5 столовых ложек молока любой жирности, 1 чайная ложка ванильного экстракта и 85 мл растительного масла, 1 яйцо. Все это мы перемешиваем в течение 15-20 секунд, чтобы ингредиенты соединились. Далее жидкие ингредиенты выливаю в миску с сухими ингредиентами и перемешиваю с помощью спаттл в течение нескольких секунд. Все делается элементарно просто. После этого, как вы перемешали, вы можете добавить любые фрукты. Это могут быть яблоки, груши, любые ягоды. Также можно использовать шоколадные капли или любые другие наполнители, которые вы обычно используете для маффинов. В моем случае это 1 стакан свежей голубики в стакане 250 мл. Перемешиваем в течение нескольких секунд. Затем этой массой необходимо наполнить чашечки для маффинов. Чтобы тесто не липло к рукам, я приготовила мисочку с водой и каждый раз, когда беру тесто, макаю ложку воду. Если вы хотите, чтобы у маффинов была хрустящая корочка, сверху можно посыпать щепоткой сахара, то есть взять сахар дополнительно. Но это не обязательно, только если вы желаете. Выпекаем примерно 20 минут при температуре 190 градусов по Цельсию или 375 по Фаренгейту. Маффины готовы, дам им остыть в форме 5 минут, а затем можно выложить на решетку, чтобы они полностью остыли. Такая вот красота, друзья, у меня получилась. Это невероятно вкусный и очень простой рецепт. Он меня всегда выручает. Я уверена, что когда вы попробуете, этот рецепт будет любимым и у вас. Если понравилось это видео, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал Украинской Кухни. Ну а я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok